здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала сегодня буду вас знакомить с моими новинками томатов которые я хочу посеять в этом году и сторожил тут только хлебосольные очень мне нравится это сибирская селекция сажаю их уже три года очень крупный хороший томат он средне спелый то есть не сильно ранний высокоурожайный крупноплодный и терминантный сорт для открытого грунта но самое главное что у меня нету теплицы и поэтому я подбираю такие томаты которые можно выращивать в открытом грунте действительно масса плода ну 600 грамм у меня конечно может быть и не было но 400 350 это точно были очень советую кто еще не сажал вот их посадить и торбей наконец-таки я его нашла это считается средне ранее но я его сажаю как ранее это розовые томаты очень мясистый плотный плод долго лежит хорошо перевозится не мнется ночью изумительные вот я их три года не могла найти и вот наконец таки в этом году мне посчастливилось на рынке вот вот в таком виде расфасованном купить это голландская селекция но вот если удастся кому-то купить не пожалейте и даже скажу мало того хоть это и эвка гибрид но снимала семена и на второй год были очень хорошие у меня томаты ну вот это ранние гляна загадка катя и леся супер ранние но будут их сети и буду в марте до 8 числа обычно я их высеваю в коробочки но эти все томаты буду раз выращивать рассадой но в доме а уже свои семена посею в парничок у меня есть там мини парничок на улице в огороде но это уже в апреле будем сеять эти вот который хочу пораньше то обязательно буду выращивать через рассаду и в комнате но дебарао тоже знаете очень люблю их мама моя любила эти помидорчики это очень высокие стебли у них обязательно требует подвязки но очень хорошо их солить нравится в банку мы они не очень крупные масса плода где-то 50 70 сантиметров средний поздний сорт предназначен для депличных и открытого грунта в южных районах но это вот агро успех это краснодарский край мне кажется до краснодар вы тоже мне нравится их семена и бычье сердце купила розовые но люблю любимые розовые они более сладкие плоды у этих томатов немножко хочу рассказать про эти гибриды которые купила вот расфасованы на рынке толстой голландская селекция подходит как для теплиц так и для открытого гор грунта раннеспелый сорт плодоносить начинает через 110 112 дней после посева семян на рассаду значит что мне понравилось не что плодоношение растянута до самых заморозков но первый раз за первый год сажаю эти томаты поэтому не знаю не могу ничего сказать вот только то что прочитала что рекомендуют и порекомендовала мне продавец ну так проверенный продавец не думайте некоторые лишь бы продать значит плоды собраны в кисти и созревает по 10 и 12 штук масса но они не очень крупные где-то 80 120 грамм плоды красные высокая транспорт портабельность и длительный срок хранения ну вот будем пробовать ну тут буквально не знаю на 10 семян ну нормально достаточно для посадки значит модера модера скороспелый гибрид преимущество повышенный иммунитет ко всем замок заболеваниям но именно модера есть еще модера тем мелкие как черрики а вот это именно модера плодоношение через 97 105 суток с момента прорастания семян плоды собраны в грозди по 5-7 помидор но тоже где-то 180 220 грамм окраска лакокрасные равномерные ну вот будем пробовать значит мохитос 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 но не знаю как правильно даже что-то не посмотрела куда правильно ставить ударение значит для что для этого сорта сильная корневая характерна сильно корневая система и мощный стебель формировать его рекомендуют в один стебель плоды 200 250 грамм цвет ярко-красные на 1 рассаду начать высаживаем в возрасте 60 дней после посева еще вот сорт мамстон розовые тоже посоветовала продавщица голландская селекция относится к гибридам премиум класса нового поколения высокоурожайный хранится до нескольких месяцев кусты высокорослые плоды 120 130 грамм плоско округлой ровной формы мягко плотная сочная семена значит на рассаду высевают за 40 45 дней до высадки в грунт ну вот такие вот это вот которые покупала в россыпь значит еще вот у меня целая коллекция здесь сибирской селекции это вот розовый золотой кенесберг плоды 450 грамм вкуснее абрикоса написано вот ну тоже среднеспелый сорт для пленочных укрытий но у нас лето хорошая то есть буду сажать их попозже не как ранний поэтому я думаю что они у меня вырастут тоже и без теплицы соцветия формируются через через лист сорт сильный обильный на кисти до 5 6 плодов овальной удлиненной формы золотистого цвета масса ну как я и сказала до 300 грамм 1 вот 450 плоды очень ровные плотные малосеменные по вкусу и высокому содержанию каротина и можно назвать сибирским абрикосом а вот поэтому их и назвали абрикосом прекрасно подходит для употребления свежем виде и цельноплодного консервирования такая вот красотища люблю желтые я их покупаю и выращиваю для того чтобы делать кетчупы ткемали люблю ты желтых помидор именно поэтому как бы их сажаю ну и кушать так бакинский великан розовый крупноплодный что они тут нам говорят среднеспелый сорт сибирской селекции с крупными красивыми плодами маловато розового цвета устойчив болезням и погодным стрессом ценится за высокую товарность плода и стабильно высокую урожайность полудетерминатная высотой до полтора метра то есть знать значит надо подвязывать ну в принципе я все помидоры подвязываю вот я не люблю когда они вот распадаются когда начинает особенно много плодов и на землю то есть мы всегда их подвязываем ну понятно что от фитофтороза брызгать но уход одинаковый я думаю что для всех помидор вот райское наслаждение но понравилась мне картинка такие большие крупные красные плоды среднеспелый сорт с очень вкусными и крупными плодами весом до 800 грамм куст мощный высотой от 1 до метр семьдесят зависимости от условий выращивания плоды очень крупные плоско округлой формы миссис ты красного цвета рекомендуют для использования свежем виде из зимних заготовок но если они крупные только и внешне только носок или томат на она будет идти ну подкармливать вот советуют я в принципе ничем не подкрал не подкармливаю если только навозом или птичьим развожу или конский коровяк как бы химии не пользуюсь но бычье сердце гигант посмотрим что из них вырастет двухметровый но всем все на подвязку плоды сердцевидной формы размер план плодов от 400 до 600 грамм будем пробовать безразмерный тот же крупные плоды но это все я как бы купила чтобы их выращивать для чтобы кушать вот для консервации будем другие сорта значит первая кисть формируется над восьмым девятым листом последующий через два листа плоды красный крупный особенно первые ну само название говорит что должны быть крупные машенька для открытого грунта высокая завязываемость плодов устойчивость заболеваниям ну и сибирская тройка тоже посоветовала это мне продавщица сказала что прошлом году сажала и очень ей понравилось но тем более для открытого грунта уже даже сам производитель советует высокоурожайный сорт сибирской селекции для открытого грунта и пленочных укрытий сорт средне ранее с компактным штамповым типом пуста высота до 60 сантиметров а ну вот мне очень невысоким вкус и сладость мясистых плодов даже не требующих соли при употреблении свежем виде можно назвать изюминкой данного сорта достоинством сорта относится также его высокая урожайность до 5 килограмм с растениям сорт практически не требует посынкования ну вот такие вот красотульки и и думаю что вкусный у меня будут в этом году помидоры ну до встречи будем встречаться в начале марта когда я начну высаживать сеять вернее вот эти вот ранние сорта спасибо за внимание заходите на мой канал оставляйте свои комментарии советы всегда с вами марина матвеева